Добрый день, дорогие зрители! И сегодня мы с вами будем беседовать о том праздновании, которое совершается в Святую Церковь под названием «Неделя Самарянки». Это Пятое Воскресенье со дня Святой Пасхи. И, соответственно, этому же празднованию посвящена и последующая седмица вся, в которой мы также вспоминаем историю, в которой Господь встречается на колодце Якова с женой Самарянкой. И совершается вот эта удивительная совершенно по своему содержанию беседа, которой практически целиком посвящена вся четвертая глава Евангелия от Иоанна. Эта глава, конечно, и вот эта беседа, она невероятно возвышена по своему содержанию. Неудивительно, что для ее воспоминания Святая Церковь выделяет целый такой недельный день, посвященный ей целую седмицу, поскольку, конечно, здесь возвещено Спасителем множество каких-то таких высочайших и величайших истин, священных образов. Мы здесь опять встречаем образ воды как символа действия Святого Духа и готовимся, как и другими специально для этого подобранными чтениями вот этого периода Святой Пятидесятницы, к празднованию Дня Святой Троицы, Сосшествия Святого Духа, древнему празднику Пятидесятницы, который в богослужебной, но и вообще в исторической всей жизни нашей Церкви получил совершенно особенное значение и особенный смысл. И поэтому теперь мы с вами сосредоточим наше внимание, может быть, не столько на самой этой беседе, хотя, как я сказал, там очень много таких вот важных вещей выражено, в том числе о том, что Господь ищет в себе истинных поклонников в Духе и Истине, говорит Господь, прекращая какие-то древние споры о священных местах и таких телесных практиках, и телесных таких вот физических обстоятельствах совершения богослужений и культов почитания Бога в разных традициях и в разных местах, что в действительности подлинное богослужение, подлинное богочитание, богопочитание совершается в человеческом сердце, совершается там, где действует Святой Дух. Но сейчас мне хотелось бы все-таки объяснить и прокомментировать какие-то моменты, связанные с вот этой беседой Христа у колодца Иакова, этой беседы с женой Самарянкой, поместив все это повествование в такой исторический контекст, в том числе контекст истории церкви и библейской археологии, чему, собственно, посвящены многие из наших здесь бесед и лекций, которые выходят на канале «Экзигет». И поэтому начать эту беседу и вот этот такой небольшой цикл рассказов, посвященных неделе о Самарянке, хотелось бы с ответа вообще на вопрос, кто такие были эти самые Самаряне, откуда они взялись и какова вообще была история этого весьма такого примечательного народа, на самом деле, внесшего очень тоже заметный такой вклад в прошлое Святой Земли и, в общем-то, один из тех народов, который, пускай и в небольшом количестве, но сохраняется здесь и до настоящего времени. Итак, кто такие Самаряне, откуда они пошли, взялись и что с ними далее происходило? Ну, что касается самого названия, то это название, которое Самаряне получили от той области, в которой они жили, в которой они поселились. Еще в IX веке до Рождества Христова царь, один из царей Североизраильского царства по имени Амврий покупает гору, ну, такой как бы холм на самом деле, не очень такой высокий гору, гору его, может быть, назвать так достаточно будет слишком уж, у некоего Семира, как об этом повествуется в Книге царств, и по имени этого Семира и называет тот город, который становится новой столицей его царства, называют его Самарий. Здесь, может быть, так, связь между именем Семира и Самарии для нашего уха не очевидна, но надо помнить о том, что, конечно, в еврейском оригинале все это звучит немного по-другому. В частности, сама область и само название этого города на еврите звучит как Шамрон, Шамрон или Самария. Итак, сама эта область Самарии, она занимает по большей части территорию древних колен Ефрема, колен Моносии, отчасти колен Вениамина, и это вот как раз-таки такое взгоре, которое в Священном Писании, в Священной Истории именуется горой Ефрема. Это холмистая такая местность, чрезвычайно, надо сказать, подородная, там традиционно всегда выращивали оливки и пшеницу, и вообще эта область всегда описывалась как одна из самых таких изобильных областей Святой Земли, богатая своими виноградниками, оливковыми садами, урожаями и таким трудолюбивым, жившим в ее пределах народом. Но, как мы знаем, история Северного Израильского царства продолжалась не особенно долго, и в 730-х годах до н.э. в 8 веке ее завоевывает могущественная Сирийская империя. Ну и согласно практике, которая тогда была распространена, вот это такое непокорное население этого бывшего Северного царства в значительной своей степени, не сказать, что все абсолютно поголовно, но значительная часть переселяется в пределы Вавилонские, в пределы этой Ассирийской Вавилонской империи, а запустевшие области заселяются жившими несколько севернее сирийскими племенами, родственными евреям, говорившими на сходном с ними языке, но, естественно, бывших язычниками. Ну, как мы знаем из дальнейшего, в какой-то момент на этих колонистов сирийских начали нападать львы, поэтому они стали жаловаться своему правителю Ассирийскому, что жить на этой земле совершенно невозможно. Ну, царь поинтересовался, как же здесь до этого жили иудеи, жили и евреи, жители израильского царства, и получил ответ, что те почитали Бога, и поэтому Господь их сохранял и оберегал от всяких напастей. Ну, было принято такое несколько, наверное, решение по нашим временам нестандартное, но вполне логичное для того времени. Были собраны учителя и израильские книжники, направленные вот в эту область, в которой раньше жили их предки, жил их народ, для того, чтобы обратить язычников-сирийцев, представителей целого ряда сирийских народцев и племен, обучить их вере в Бога истинного. Что они и сделали, благодаря чему вот эти новые колонисты, новое вот это население Северного Израильского царства научились почитать Бога истинного, по крайней мере, в тех пределах, в каких успели усвоить. То, что им преподавали книжники и учителя, предшествовавшего им здесь народа, стали читать и почитать пятикнижие Моисея, и это, собственно, единственное священное писание, что сделалось их достоянием на последующие времена. И таким образом прекратились, как сообщает и эта история, нападки на них диких животных, львов. Жизнь как-то вошла в какое-то такое свое русло. А народ, который поселился в этих местах, получил общее название от столицы некогда, этого Израильского царства, от той области, где они заселились, получил название Самарян или Самаритян. И надо сказать, что к тому моменту, когда в V веке до Рождества Христова началось такое массовое возвращение евреев из Вавилонского плена, здесь уже место оказалось в значительной степени занято. Самаряне заняли и те области, в которых традиционно жили евреи, и, в общем-то, даже их такую нишу, которую они до этого занимали, ну, такую в плане экономическом и хозяйственном, они как-то начали себя чувствовать уже полноправными такими владельцами этой земли и ее истории. Что, безусловно, привело к таким очень серьезным столкновениям между вернувшимися евреями и самарянами. На самарян, еще указан Кира Лангемана, который, собственно говоря, и повелел евреям вернуться на свою историческую родину, на самарян были как раз-таки возложены обязательства по тому, чтобы они на первое время снабжали евреев всем необходимым в том деле, которое они совершали, то есть восстановление Иерусалима и Иерусалимского храма. Естественно, что самарянам это совершенно было неинтересно, не нравилось, но первоначально они как раз-таки попытались из этого излечь свою собственную выгоду. И повели такую вот, как бы, политику, на которой предлагали евреям полностью разделить с ними все труды по восстановлению древней святыни и принять самарян на равных с ними правах в их общество. Но евреи, конечно, такое предложение отвергли, и поэтому самаряне начали и саботировать поставки всего необходимого для строительства храма, и совершать даже, собственно, какие-то такие нападения на строителей храма, ну и вообще всячески как-то пытались вредить иудеям в этом деле. Вот эта борьба за господство над землей и в первую очередь борьба за такой духовный авторитет, она принимала различные формы. Так, один из сатрапов в Самарии, ну то есть правителей, которые были поставлены туда ассирийской, затем персидской властью, Санвалад Харанид, первый правитель этого имени, он попытался как-то действовать вот таким, несколько более сначала грубым путем, когда получил отказ в том, чтобы получить какую-то взаимную выгоду от этого строительства, этого восстановления, но затем политика эта была изменена, и самаряне стали пытаться захватить вот такую духовную власть над евреями путем того, что стали предлагать аристократии, вернувшись еврейской аристократии и духовенству, жениться на их дочерях, и таким образом через это родство получать выгоды и преимущества, которые сулило приближенное положение к власти. Дошло до того, что даже сын одного из первосвященников, который возглавлял благослужение в храме, оказался женат на дочери правителя Сен-Валата, а затем и сам первосвященник, в общем-то, не устоял перед соблазном, чтобы тоже взять себе в жены предложенную ему юную дочь правителя. Все это вызвало, конечно, очень такое резкое неприятие со стороны вождей израильского иудейского народа, ездры, священними, которые, в общем-то, провели такое решительное очищение рядов еврейского духовенства, потому что увидели в этом огромную опасность. Ну, с точки зрения евреев, какая, в частности, это была опасность? Она состояла в том, что размывалось вообще само понятие священства, понятие чистоты коэнов. Ведь, наверное, многие, большинство из зрителей наверняка знает, что священство в древней ветхозаветной религии, оно не было делом какого-то желания или внутреннего призвания человека, который вот захотел служить Богу и принял священное служение. Нет, священникам можно было только родиться. Для этого, как минимум, нужно было принадлежать к колену левии, то есть происходить из рода левитов, и тогда человек получал возможность прислуживать в храме, ну, и совершать другие какие-то обязанности, которые были возложены на левитов, которые не имели своего колена в Израиле, но были разбросаны по всему, по всем 12 коленам в тех городах, которые были на этих территориях выделены специально для них, такие левитские поселения. И в определенные периоды по такому строгому расписанию, по стражам, как это называлось, они каждый в свою стражу, каждый вот в свою череду приходили для того, чтобы совершать служение в Иерусалимском храме. Для того, чтобы быть священником или первосвященником, то есть занимать еще более значительное место в этой священной иерархии, нужно было происходить из потомства непосредственно самого Аарона, брата Моисея, который и был первым первосвященником реформированной вот этой ветхозаветной религии, получившей свое начало с религиозной деятельностью пророка Моисея. Те, кто происходил из потомства Аарона, назывались и до сих пор называются Коэнами, ну, в разных транскрипциях, в разных формах звучания. Как правило, сама фамилия, она до сих пор подчеркивает принадлежность этого человека, который ее носит к потомству Аарона. Фамилия Коэн, Коган, Каганович, Кагановский. Это все свидетельствует о том, что человек происходит из потомства Аарона. Ну, если при этом выходец из этого рода, да, представитель этого рода, этого потомства берет себе в жены и на племенницу, то совершенно очевидно, что с точки зрения евреев, у которых вообще, собственно говоря, родословная, как мы знаем, передается по матери, принадлежность к роду теряется, чистота крови, теряется, собственно, то право, благодаря которому он может занимать вот эту самую должность. До сих пор в иудаистской среде существует так называемая проблема ложных Коэнов, когда люди носят фамилию Коэн или другую какую-то производную от этого понятия, но при этом никоим образом своей крови и происхождением не связан с родом Аарона. Ну, как у нас, очень многие носят фамилию Попов, при этом не имея никакого отношения к служению алтарю и ношению священного сана, да, то есть очень часто эта фамилия в последующие времена, особенно в условиях России, не просто давалась кому-то, кто совершенно никакого не имел отношения к тоже служению у жертвенника ветхозаветной религии. Вот подобная проблема ясно обрисовалась перед вождями того народа, который вернулся из Вавилонского плена, и они, конечно, не могли этого допустить. Поэтому все, кто имел женами вот этих иноплеменец и самарянок, в первую очередь, были просто изгнаны из Иерусалима, отделены от еврейского общества, если они не пожелали расстаться со своими женами, что, в общем, было, конечно, достаточно опасно, учитывая влияние связи и вообще, так сказать, положение их новоприобретенной самарянской родни. Поэтому многие из этого духовенства, связанного с самарянскими женами и самарянской роднёй, предпочли бежать, и чтобы противопоставить свой духовный авторитет тому авторитету, который возрождался постепенно с восстановлением Иерусалимского храма, правитель очередной сатрап Самарии, Асанвалад, Асанвалад III, он предпринял такое начинание, как строительство альтернативного храма в честь истинного Бога, местом для которого избрал гору Горизим. Вот почему Господь говорит, что не на горе Горизим и не в Иерусалиме надо поклоняться Богу, хотя спасение – это иудеев. Потому что имелось в виду два вот таких конкурирующих духовных центра, которые были созданы, которые возникли после возвращения евреев из Вавилонского плена. Древний храмовый центр Иерусалим и новый центр, на котором создавалась такая иудео-самарянская общность, которая имела своим таким духовным центром гору Горизим, которую самаряне и евреи называли Турабриха – гора богословений. Ну, это, кстати, тоже имело очень такую интересную предысторию, почему эта гора называлась горой богословений и с чем это было связано. Дело в том, что эта самая гора Горизим сыграла такую тоже очень яркую роль в более древней истории иудеев, истории еврейского народа, когда после возвращения из египетского плена они начали процесс так называемой реконкисты, то есть отвоеванием обетованной земли у тех народов Ханаана, которые успели там расселиться и жить совсем не помышляя о том, что земля это дана как земля обетованная потомство Авраама. И, как мы знаем, после вот этой реконкиста эта война за обетованную землю началась с того, что евреи под предводительством Иисуса Навина перешли Иордан неподалеку от Иерихона, захватили Иерихон, захватили какие-то еще такие ключевые города, а после этого они должны были возобновить тот союз с Богом, который был ими отчасти утрачен в каких-то таких вот обрядовых особенностях в те 40 лет, которые они провели в странствовании по пустыне Мнеги, Фицин, где их водил Моисей. В первую очередь необходимо было совершить обряд обрезания над теми, кто не был обрезан в пустыне в течение вот этих 40 лет. Дело в том, что, конечно, в условиях страстования по пустыне, но было достаточно сложно провести в ряде случаев этот обряд обрезания, потому что нужен был покой, нужно было находиться на одном месте, пока не заживут естественным образом нанесенные в ходе этого обряда раны. И поэтому народ израильский остановился в месте, которое называется Гал-Гал или Гал-Гала или Гильгаль и на этом месте его сейчас в разных местах пытаются идентифицировать. Некоторые исследователи считали, что это окрестности Вифиля. Наш архимандрит Антонин Капустин обнаружил эту русскую Гал-Галу, как он ее называл, на том участке, который он купил на подворье в Иерихоне Ар-Рихе. Ну, а современный такой вот населенный пункт, который носит это название, находится тоже недалеко от Иерихона, но несколько дальше по западному берегу Иордана. И вот здесь народ израильский остановился Станом, было совершено обрезание, те, кто над кем оно было совершено, успели поправиться, а затем произошло вот такое возобновление завета через еще и напоминание его основных заповедей. Это была очень мощная на самом деле такая картина. Для того, чтобы совершить это, народу нужно было вернуться, вернее, уйти несколько, так сказать, дальше туда, на север, как раз в пределы Ефрема и как раз туда, где находилась древняя столица израильского царства Самария. Ну, вблизи, в 15 километрах оттуда лежал древний город Сехем или Шхем по-еврейски, и он лежит в такой узкой долине между двумя высокими горами, одна из которых называется Горизим или Гризин, Гризим, там очень много разных, так сказать, трактовок и вообще вариантов прочтения ее названия, и Гризин, и Гризим, а гора прямо напротив, через узкую долину называется Гевал. И вот на вершинах этих гор, они достаточно высокие, надо сказать, около тысячи метров над уровнем моря, Иисус Новин сделал жертвенники из камней, которые обмазал известкой и написал на них основные положения заповеди закона Моисея. Затем весь народ разделился на две части. Шесть колен, мужчины из шести колен полностью усеяли собою склоны горы Гризим, а другие шесть колен подобным же образом расположились на горе Гевал. На вершине каждой из этих гор стояли священники с ковчегом завета и возглашали с одной горы возглашали благословения тем, кто исполняет заповеди закона Моисея, и эти заповеди возглашались вслух, громко, а с другой горы возглашались проклятия тем, кто эти заповеди не соблюдает. И вот одна половина, шесть колен Израиля вслед за своими первосвященниками, священниками, которые стояли на вершине горы Гризим, возглашали, повторяли вслед за ними, да, так сказать, будут благословены, а те, кто стоял на горе Гевал, возглашали, да будут прокляты. Поэтому вот эта гора Гризим, она получила такое еврейское именование горы Благословений. Ну, а, соответственно, гора Гевал стала такой горой проклятия. Конечно, можно только представить себе, до чего же это, наверное, было эффектное такое зрелище, когда эта вот узкая долина между двумя горами оглашалась громогласным просто таким повторением благословений и проклятий, которые одновременно произносили вот эти сотни тысяч мужчин, людей, собравшихся на склонах этих гор. Вот таким образом было совершено или, так сказать, завершено в каком-то отношении вот это вот возобновление того завета, который был заключен через Моисея Богом с народом Израиля. Здесь при самом начале завоевания, отвоевания землеобетованной это возобновление закона было совершено, возобновление завета вот таким вот очень каким-то действительно впечатляющим образом. Поэтому гора Горизим конечно имела свою духовную историю, в том числе для евреев, не только для самарян, имела определенное какое-то такое тоже священное значение, хотя ну оказавшись на территории Северного Царства, понятно, что она за столетия идолопоклонства отчасти его успела как-то ну не то что утратить, но значение это несколько может быть подзабылось и сгладилось в памяти потомков тех, кто когда-то возглашал на ней вот эти благословения и проклятия. Но тем не менее это вот такой был духовно-политический ход тоже можно сказать своего рода такое проявление геополитики того времени и таких достаточно изощренных способов благодаря которым она достигалась да вот это это же тактика как мы знаем потом внедрение своей своей политики через совершение выгодных браков оно неоднократно применялось и евреями в их последующей истории самаряне в этом смысле конечно ничего не изобрели но надо сказать достаточно эффективно это все использовали и действительно на вершине горы Гризим усердия правителя Санвалата был создан тоже такой создан подобие Иерусалимского храма и началось то богослужение которое здесь привыкли совершать самаряне уже с такими чертами того культа который исполнялся который совершался израильским еврейским духовенством в том числе в Иерусалимском храме да и вот эта попытка мимикрии самарян под иудейскую истину она конечно вызвала еще больше отторжения и озлобления в иудейской среде так что самаряне начали в общем-то клеймиться как такие совершенно люди недостойные общения с подлинными иудеями люди такие гнушаемые с которыми конечно у иудея не может быть ничего общего да почему в общем-то Господь слышит от самарянки что иудеи с самарянами не общаются и это к моменту пришествия на землю спасителя действительно было уже таким ну что ли общеизвестным общеустановленным фактом нарушение которого отступление от которого в общем-то вызывало недоумение вопросы не только иудеев но и у самих даже самарян ну надо сказать что вот этот духовный центр просуществовал не очень долго сравнительно по историческим меркам когда святая земля оказалась завоевана великим полководцем Александром Македонским то вожди самарянского народа очень быстро как сейчас выражаются переобулись в воздухе и Александру который к ним пришел заявил да это у нас нет это у нас храм в честь Зевса мы тоже как и вы поклоняемся Зевсу просто мы так называем да он верховное божество ну что конечно у иудеев вызвало еще большее такое презрение в отношении самарян который как только вот изменилась конъюнктура да они поспешили тут же отречься от той веры которую как они уверяли они защищали строя святилище на горе Горезим тут же они перепосвятили этот храм в угоду грекам их божеству Зевсу что для иудеев означало что самаряне остались в душе своими такими же точно язычниками которые были тогда когда только по повелению Вавилона и Ассирии заселяли эти отнятые у евреев земли но надо сказать что это было таким очень разительным контрастом по сравнению с историей Иерусалима ведь известно что Александр Македонский не стал разорять Иерусалим поскольку перед его походом уже на столицу иудеев ему в сонном видении явился некий такой боголепный старец в священных одеждах и заклинал его богом чтобы он ни в коем случае не носил никакого вреда городу Иерусалиму и народу который здесь живет и когда полчища Александра Македонского приблизились к священному граду то он увидел процессию почетнейших жителей города которые вышли ему навстречу который возглавлял первосвященник который выглядел точно так же одет был в те же самые священные одежды как это вот буквально накануне представилось великому завоевателю в его таком впечатляющем сонном видении это произвело на Александра Македонского столь в общем-то действительно сильное действие что он оставил иудеев в покое однако предложил части из них на добровольных началах присоединиться к ему в его походу на Египет и с Александром Македонским ушло порядка 7000 иудейских воинов которые и основали одну из крупнейших впоследствии еврейских диаспор в Египте в Александрии в новой столице Египта которую там основал Александр Македонский и туда же надо сказать за Александром Македонским последовали и самаряне поэтому до сих пор одно из тех мест где еще сохранилось присутствие небольшой уже совершенно по количеству не более полутора тысяч человек групп самарян это как раз Александрия но тем не менее сама история того как иудеи были готовы умереть и с помощью Бога именно с помощью духовного авторитета своего первосвященника сумели склонить к себе чашу такого суда и отношения к ним Александра Македонского а в то время как самаряне с такой легкостью отступили от своей веры для того чтобы пойти в ногу вместе с язычниками с языческой армией Александра Македонского и вот какое-то время святилище на горе Горезим существовало в виде вот такого вот языческого храма но затем было разрушено уже во время Македонских войн уже в то время когда правители иудеев вернули под свою власть некогда прежде отнятые у них территории и превозгласили вот это хосмонейское иудейское царство патриотическое которое отстояли и от нападок потомков Александра Македонского из Сирии и от его наследников диадохов которые правили Египтом вот такое было положение дел на момент пришествия Господа нашего Иисуса Христа и именно поэтому вот в силу ряда целого вот этих вот причин иудеи с самарянами не сообщались и поэтому столь удивительно было то что Господь остановившись вот у этого колодца Иакова обращается к одной из тех жительниц города который называется у апостола евангелиста Сихарь с просьбой дать ему воды и этим вызывает такое удивление с ее стороны и в то же время примечательная реакция святых апостолов которые ни словом не упрекнули спасителя за беседу с самарянкой и не задали ни одного вопроса почему он с ним беседует хотя конечно в понятиях правоверных иудеев это было ну в общем вполне таким даже ощутимым грехом и так вот это та предыстория которую мы можем рассказать для того чтобы пояснить контекст в котором существовало вот это разделение между иудеями и самарянами ко времени жизни Господа нашего Иисуса Христа и тем событиям которые легли в основу празднования неделя самарянки внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео субтитры и подпишись субтитры субтитры и подпишись субтитры